Всем привет! Новое видео на канале. Сегодня мы распаковываем, тем более под видеокамеру распаковки всегда с Алиэкспресса надо, в том числе и с Демола. Здесь у нас ноутбук девушки моего вручного друга Льви. И давайте посмотрим, как это все поставляется. Приехала, доехала. Сразу соблюждаю все, что когда всегда приезжаю с Алиэкспресса, снимайте на видео, даже если не куда-то загружать, а чтобы просто было понимание, что не разбилось и доказательства в случае чего. Ноутбук шикарный, 16. Короче, на разине 16, 512. Естественно, скорее всего стоит китайская Windows на один язык, но это без проблем все прошивается, и при этом гарантия у нас не должна потеряться. А вот в такой коробке приезжает, уже видно, что есть китайские символы. Здесь открываем, стоит пломба, MagicBook 14. Вот его внутренний, видать, парт номер. Здесь у нас транспортировочная коробочка. Все это делаем вот так вот. Открываем, смотрим. Сразу установим Windows на месте. Поставим десяточку на русском языке. Да, это транспортировочная коробка. Внутри у нас уже ритейл-коробка, то есть для продажи в магазинах. И вот так вот это все выглядит. Ух ты! Еще и накладка на клавиатуру в комплекте. Итак, давайте посмотрим здесь, как это все выглядит. Пломбы стоят, не вскрыты. Здесь у нас непосредственно, вроде как даже офис какой-то типа в подарок. Сертификаты, ручка для переноски. Пломбы не вскрывались, видно по скотчу, потому что, когда этот скотч один раз отлепишь от такого картона, второй раз ты его не прилепишь туда. То есть ноутбук, как я понимаю, в заводской комплектации ни разу коробочка эта не вскрывалась. То есть мы будем первые, кто это сделал. Аккуратненько надрезаем здесь, надрезаем здесь. Смотрим, как это у нас все теперь должно открыться. Открывается через верх. И вот таким вот образом открываем. Главное, чтобы ничего... О, хорошо. Все здесь вот это секс. Что в комплекте? Сразу видим большой блок зарядки, Type-C, все новое в пленке, фиксируем это все. Документация. Сам ноутбук. Он упакован еще дополнительно в пену. Выглядит шикарно. Это все снимаем. Ставим. Мощный процессор Ryzen 5 серии. Не помню, какая модель, но не суть. Для базовых офисных задач и каких-то дополнительных. Единственное, у нас переходничок надо будет. Он стоит 50 рублей в любом строительном магазине. Блок питания на... Так... 100 ватт. Нет. 2 ампера, 15 ватт. 20 вольт. 20 вольт. 20 вольт. Сам мой блок у нас в заводской пленке. Тоже пленочка. Видно, что она не вскрывалась. То есть мы будем первые, кто это сделал. Ссылка, как обычно, будет в описании под видео. На него часто бывает акция. Купим его с применением промокода. Открываем, смотрим. Нам главное зафиксировать отсутствие царапин, вскрытия. Ноутбук металлический. Выглядит шикарно. Вот такая вот фасочка у него синенького цвета. Сама надпись Honor. Пока никаких замечаний у него по внешнему виду нет. Открываем. Главное, чтобы дисплей был целый. Дисплей абсолютно пока что визуально целый. Здесь у нас видно, что все в заводской комплектации. Вот такая вот машинка, естественно, с камерой отпечатка пальцев. Вы знаете, вот эта вот клавиатура классная. По характеристикам по ссылке в описании пройдите. Посмотрите. В общем, в принципе, это такой, скажем так, базовый уровень. Главное, что оперативки много. Большой жесткий диск. Удобно брать с собой. Чуть больше килограмма по весу. Давайте посмотрим, заряжен он с завода или нет. Нажимаем на кнопочку и ничего не происходит. Нажимаем подлиннее, подольше. Скорее всего, надо поставить на зарядку. Сейчас подключим к зарядному и, соответственно, продолжим. В общем и целом, китайский язык установлен. Все на китайском. Пытались разобраться с переводчиком по фотографии. Но суть в том, что здесь изначально, если вы берете с Алика, а надо брать с Алика, потому что там сейчас скидка на него. Можно применить купон и сэкономить как бы 2007-2008. Это первый момент. Второй момент. Просто переустанавливайте Windows. Естественно, она будет мультиязычная, в том числе и Россия. Посмотрите, продавец любезно положил к нам вот такую вот штучку. Она стоит в среднем магазине от 200 до 400 рублей, в зависимости от новости продавца. Но не положил переходник, который стоит 5 центов. В России стоит от 20 до 60 рублей на китайскую вилку. В общем и целом, не было никаких замечаний по первоначальной работе. Сейчас настроен Windows, поставлены все необходимые программные обеспечения. И, соответственно, девушка будет пользоваться. Внешний вид бомбезный. Выглядит просто сумасшедший. Вот эта вот каемочка, вот эта вот голубенька, она просто фантастически выглядит в жизни. На самом деле, ничем не уступает по качеству производства, допустим. Ну, можно даже сравнивать с Apple. Единственное, что разные экосистемы и, естественно, разные операционные системы. Давайте настраивать. На этом, наверное, попрощаюсь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, лайк. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok